Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Рассвет ТВ. Мы находимся в Новосибирской государственной консерватории имени Михаила Ивановича Глинки. Меня зовут Василина Протасова. Я привела вас сюда потому, что, являясь студенткой вокального отделения Новосибирской государственной консерватории, я лично горжусь тем, что именно здесь возникла уникальная площадка для реализации самых безумных творческих идей, ну и, если можно так сказать, отчасти и людей в хорошем смысле этого слова. Здравствуйте. В программе участвуют Елена Рудзей, дирижер, певица, доцент Новосибирской консерватории, художественный руководитель ансамбля солистов лаборатории новой музыки. Сергей Шабалин, дирижер, создатель и руководитель ансамбля солистов лаборатории новой музыки. Наталья Санникова, кандидат искусствоведения, арт-директор ансамбля солистов лаборатории новой музыки. Я знаю, что генеральной линией лаборатории новой музыки является синтез искусств, Но, в общем, эта идея, это не новая, потому что сейчас последнее время концерты, различные фестивали используют и видеоинсталляции, и хореографию, и вокал. Но, изучая ваше искусство, я, конечно, поняла для себя, что вы пошли дальше. Здесь ведь и живопись, здесь и пантомимы, и уникальные стереовозможности, то есть ваши пределы намного шире. Вот что это требование современного времени расширять границы искусства и выходить за пределы привычного формата искусства? Да, Василий, совершенно верно. Это требование времени, это требование, продиктованное как технологическим процессом, эволюцией, технологическим прогрессом, так и живой потребностью самого человека. То есть информационные потоки велики на человека. И чтобы зрителя, слушателя, человек, который пришел на конкретные события, чтобы действительно весь комплекс, чтобы его уже задеть, чтобы его провоцировать на некоторые, как греки говорили, катарсис, то вот необходимо именно работать комплексом художественных средств, хотя это совсем не обязательно чистое искусство, как музыка, как живопись, они самодостаточны. Мы ищем формы, и они сейчас очень успешны, они, это живая потребность людей. И мы действительно в этом как бы не зацикливаемся. Это сто лет назад еще было продиктовано, это было открыто, множество совершенно идет экспериментов. Мы в ногу со временем. Ну, я, наверное, дополню. Дело в том, что, с одной стороны, мы пытаемся быть в ногу со временем, с другой стороны, некий синкретизм, возврат к какому-то, к искусству в целом вообще, без разделения на музыку, живопись, танец, вот то, из чего, наверное, искусство когда-то вышло. Да, вот мы пытаемся, может быть, подсознательно найти вот этот некий универсум, при помощи которого можно говорить со зрителем, с одной стороны. С другой стороны, вы знаете, публика на наши концерты приходит самая разная. Есть люди, которым интересны наши эксперименты, предположим, с видеорядом или с танцами, или с хореографическим, пластическим решением. А есть люди, которым это совершенно не нужно, так называемый высокий зритель, да, которым они приходят и говорят, вы знаете, я глаза закрыл и весь концерт просто слушал, потому что вот мне дополнительный ряд, он мне не нужен. И в этом плане мы спокойно к этому относимся, потому что каждый приходит, получает то, что ему нужно. Кому-то нужен дополнительный зрительный ряд, кому-то нужен дополнительный пластический ряд, кому-то вот эта музыка является сложным для кого-то кодом, и он раскрывает их через другое искусство, кому-то это совершенно не нужно. Вот, поэтому, наверное, это продиктовано неким желанием быть понятыми, скорее так. Вот я прочитала на вашем сайте. Участники лаборатории своим призванием считают пропаганду нового искусства. А какое оно, по-вашему, новое искусство? Самое разное. Что я могу сказать? Новое искусство, оно в чем-то новое, а в чем-то совершенно не новое. Оно просто искусство. Вы знаете, дело в том, что лаборатория новой музыки пока в своем движении ориентируется не на создание скандала и создание каких-то образцов новейших, которых никогда никто не делал. Вы знаете, ходим на массу выставок и здесь, и за рубежом, когда ты приходишь, и ты вообще не понимаешь, что перед тобой. Да, и как в фильме, в замечательном, квартет И говорит, что мы приходим смотреть на выставку Энди Орхола, а там, ну, вы потом вырежете, если вам это не понравится. А там написано «Туалет не работает», и ты не понимаешь, это выставка, как бы это произведение искусства «Туалет не работает» или это действительно «Туалет не работает». Понимаете, вот здесь можно же очень далеко заходить, вот в этих моментах. Поэтому мы не являемся людьми, для которых важно быть все время инакими, быть все время новыми, быть все время непохожими. Мы являемся людьми, которые проповедуют совершенно другую истину. Новая фаза развития искусства – это продолжение классического развития, классического движения вперед. Новое искусство совершенно немыслимо без классики, без традиций. И в этом плане мы как раз пытаемся людей не пугать, а привлекать. Потому что нам важно, чтобы пришли взрослые, молодые, маленькие, чтобы пришли люди с разным уровнем образования, и всем было интересно, и все что-то для себя нашли. И новое искусство – глубокое, интересное, разное. Есть действительно эпатажные вещи, есть действительно вещи очень глубокие, есть вещи очень спорные, вот как любой новый этап развития искусства. Я могу сказать, что вот, например, фестиваль «Сибирский сезон» мы открывали специально, так построили программу, что открывали мы ее сакральными жанрами. Открывали Мессы Стравинского, открывали Стаббатматер Мартынова, где, да, новыми средствами разговор идет о душе, разговор идет о Голгофе, разговор идет о Христе, о поиске человека истины. И в этом плане новый этап развития искусства – это просто продолжение старого. Ну вот, я еще хочу добавить. В декабре прошлого года ансамбль солистов «Лаборатория новой музыки» участвовал в телемарафоне, который вела Ксения Стриж, московская журналистка. И «Лаборатория новой музыки» представляла фрагмент своей программы, которая называлась «Французская история». Она проходила в рамках большого проекта «Микс-медиа» 100 лет эксперимента. И в этой программе Елена Рудзей в качестве вокалистки выступала, Сергей дирижировал ансамблем инструменталистов. И звучала музыка знаменитых французских шансонье. Это была литературно-музыкальная композиция. Марина Якушевич прекрасные текстовые связки сделала. И когда эту музыку, фрагмент этой программы Ксения Стриж послушала, она у меня спросила, а в чем же лаборатория новой музыки? Потому что я когда о вашем ансамбле прочитала, я чего-то такого экстра-ультра-радикально-авангардного ожидала. А тут звучит совершенно понятная каждому обывателю музыка, совершенно не шокирующая. Тем не менее, да, это в том числе вот такой ход, такой путь, это одна из наших стратегий. Действительно, может быть, не столько шокировать публику, сколько ее приучать и мелкими шажками вести к чему-то новому. Потому что, да, несмотря на то, что звучала музыка, любимая многими, и музыка, ну, пожалуй, не будет ошибкой эстрадной ее назвать, да, даже. Тем не менее, она звучала в совершенно новых каких-то инструментальных красках в аранжировках Оксаны Серебровой, композитора, который плюс ко всему написала связки между номерами вот этой музыкальной программы. И получается, что все равно мы какие-то вот свои штрихи, какие-то свои нюансы и какую-то свою музыкально-творческую такую инициативу в этом проявляли. И вот в этом, вот, собственно, наша лабораторная, так скажем, работа и наше постепенное, очень поступательное движение к своему зрителю и свой вклад в том числе в развитие музыкальной культуры. Вы знаете, то есть мы сейчас с Натальей Владимировной так говорим, да, и у вас может сложиться впечатление, что, ну, вот мы такие традиционалисты. Нет, мы, знаете, мы из чего исходим? Мы просто исходим из своих пристрастий, во-первых. Во-вторых, у нас есть и ультра-радикальные проекты, у нас есть более традиционные проекты. Для нас, еще раз повторю, главное открытость. Для нас главное быть понятыми, да, для нас главное немножко людей растить на своих концертах, да, а значит мы будем говорить о вечном, значит мы будем говорить о ценностях, значит мы будем говорить о нужном для человека. Другое дело, какие формы мы выбираем, да, иногда это ультра-радикальные формы, иногда это формы, ну, так скажем, более легкие, да, более приветливые, более какие-то яркие и так далее. То есть мы в этом плане ищем, и мы в этом плане разные. Частично в предыдущих своих ответах пояснили мне, но тем не менее, вот, ну посоревнуйтесь с москвичами, мне так хочется какой-то что ли агрессии, провокационности, я люблю вообще откровенных гостей. Спасибо за вопрос. Ну, а в чем соревноваться? Ну, да, мы готовим всероссийскую премьеру, да, вот это, наверное, будет интригой, это будет большим сюрпризом для страны. Это премьера американского композитора-минималиста Стива Райха, да, которая пройдет премьера в Новосибирске в 2012 году. Мы ее активно готовим, и это действительно будет событийно, это действительно будет впервые, очень много можно говорить впервые. И очень важно то, что такие события начинают действительно из, ну, как бы, такой традиционной сферы событийности Москва-Питер, да, переходить в регионы. То, что регионы начинают себя ощущать и законным образом совершенно чувствовать наравне, как бы, на современных тенденциях развития современного искусства, то это очень правомерно. Это не просто амбиции, да, нескольких руководителей, а это живая, очень живая, очень насущная, очень такая пламенная потребность музыкантов, молодых музыкантов, выпускников Новосибирской консерватории. Все изначально инициировали именно они. Вот. Что еще можно сказать? Да, ну, я еще хотела бы добавить, что мы, пожалуй, не столько соревнуемся с москвичами, а мы с ними дружим и сотрудничаем, потому что с нами работают солисты ведущих столичных оркестров, с нами работают солисты Московской филармонии, и уже не в первом проекте. На одних концертных площадках выступают с молодыми солистами лаборатории новой музыки, и с большим энтузиазмом приезжают к нам. Мы ни разу не получали отказа на свои приглашения, поэтому мы, наоборот, налаживаем мосты, и они, москвичи, достаточно высоко оценивают нашу деятельность, и как эксперты, как очень авторитетные эксперты в своих профессиональных областях, они высоко оценивают наши проекты и наше исполнение. Вот это действительно большая такая провокационность и потребность, необходимость, что ли, историческая, вот социальная, в скандале, в какой-то вот этом, да, в таком скандальном эффекте, она и в искусстве, да, вот мы об этом уже говорили, то есть искусство не должно заниматься политикой, модой, вот чем-то таким, как бы, что находится на поверхности. Это очень большой соблазн для многих художников сейчас, и в конечном итоге они совершенно себя дискредитируют, и как бы мы от этого жестко и как бы сразу как бы отграничиваем, отстраняемся и работаем именно с человеком, именно с личностью, именно с душой человека, не шокируя его своим творчеством, своими концертами, а, да, просвещаем, рассказываем, да, вот, рассказываем, значит, влюбляем в это искусство, рассказываем, значит, мы его, как бы, это искусство заставляет думать человека, а значит, расти, то есть это искусство гуманно должно быть, оно не должно развращать. Вот этот тезис, он должен, как бы, быть и у исполнителей, прежде всего, и это же бред, то, что, как бы, что сейчас называется современным искусством, всё, что не попадя, каждый, кто что-то начинает творить, он считает, что это современное искусство, и это, ну, это такой, как бы, фактор, с которым вынуждены мы бороться и называть всё своими именами, как бы иметь позицию твёрдую, иначе у слушателя, у обывателя рядового, он приходит на концерт и говорит, вот, смотри, вот оно искусство, и когда человек внутренне, если даже не разбирается, очень сложно разбираться, но он чувствует нутром, что это, что его обманули, этот человек говорит, сто лет не ходил и не буду ходить. Вот. Ну, вот в этом плане по поводу, кстати, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, дело в том, что здесь, видите, как Новосибирск, конечно, чувствует себя столицей сибирского региона, да, и культурной столицей Сибири хочет себя постоянно видеть, да, вот, поэтому здесь такая мощная консерватория, здесь такие мощные традиции, здесь такие мощнейшие инструментальные исполнительские школы уже много-много-много лет существуют, да, здесь мощная дирижёрская школа, теоретическая и так далее, композиторская, да, огромная армия, вот, поэтому здесь есть, во-первых, желание своё сибирское искусство поддержать, это тоже такой тезис, вот, с другой стороны, на самом деле, ведь в стране не так много таких лабораторий, и когда мы организовались, и Сергей связался с гамансамблем Олегом Пайбердиным в Москве, вот первый, как бы, наш был такой контакт с Москвой, они страшно обрадовались, они говорят, слава богу, господи, кто-то вообще появился, да, потому что что-то в Екатеринбурге, что-то теплится там в Нижнем Новгороде, да, и вот, слава богу, Новосибирск, но Новосибирск очень обрадовал, потому что город-то очень мощный, индустриальный, огромный, да, с очень большим потенциалом, там, научным и так далее, и здесь можно полыхнуть-то очень хорошо, и дело в том, что, как вот сейчас москвичи приезжали к нам, и у нас, безусловно, ничего, никакого антагонизма друг к другу нет, мы у них учимся, они привозят что-то, то, чего мы нащупываем, да, они увидели нашу первую попытку поставить оперу Райха, первую главу Райха, да, и они совершенно были в шоке, и они сейчас говорят, давайте развивайте это дело, потому что такого, вот то, что делаете вы здесь, в этом плане, не делает никто, и поэтому мы просто объединяемся, сейчас мы получили приглашение к ним на фестиваль приехать, и там будет проходить, я так поняла, школа, такая, ну, школа менеджеров или директоров, которая будет вообще направлена, будет поставлен вопрос о том, как это течение сделать более широким, как его сделать, чтобы участвовала вся страна, потому что, понимаете, здесь же вопрос-то по-другому даже может стоять, а участвует ли Россия вообще в общемировом вот этом вот движении развития современного искусства, насколько она участвует, существует ли, существуем ли мы в мировой карте современного искусства, вот такие вот сейчас вопросы возникают, да, поэтому вот этот вот момент, когда советский строй, сейчас очень сложно об этом говорить, было хорошо или было плохо, в чем-то было очень хорошо, в чем-то было очень плохо, и плохо было в том, что существовал железный занавес, мы были наглухо отрезаны от всего, что происходило на Западе, и мы как-то развивались совершенно тут самобытно, не всегда в ногу с современными вот прогрессивными течениями, сейчас этот занавес открылся, и мы видим, что мы немножко в разных местах оказались, европейская современная музыка и российская современная музыка, да, но и сейчас даже задача не наверстать, а задача просто как-то соединить какие-то вот моменты, да, может быть, как-то укрепиться в своих каких-то вещах, такая интеграция должна быть налажена, вот это очень важно, поэтому то, что к нам, например, сейчас приезжают специалисты из Берлина, то, что к нам приезжают сейчас специалисты из Варшавы, это сейчас очень важно, и то, что они видят у нас, они говорят, вы идете абсолютно здорово, интересно и вообще как-то самобытно, и начинается вот этот момент такого общения, вот, а по поводу современного искусства и то, о чем душа болит у Сергея, здесь, вы знаете, я бы вообще уже сейчас развела слово современное и искусство, вот тут путать не надо, то есть есть что-то современное, а есть искусство, и оно современное и несовременное, да, главное, чтобы это было... Ну, по-настоящему, я хотел бы кое-что определить, точки надо расставить, что речь идет именно о советское искусство, вот в этот период он дал грандиозные плоды композиторского творчества, мы развивались действительно самобытно и не менее мощно, речь идет о исполнительской практике, то, что исполнительская практика была действительно выбитая, основы не было, да, вот, как бы она была, ну, фактически она не существовала, и речь как раз об этом, и лаборатория новой музыки в этом плане считает своей задачей, прежде всего, это формировать вот эту базу, формировать исполнительскую базу, то есть инициировать мастер-классы, инициировать лекции, это те мероприятия, которые будут растить наших музыкантов, молодых музыкантов, на базе которых уже это будет развиваться, да, как направление, вот, это важно понимать, что мы даем пищу, мы, как бы, вот, оживляем почву вот эту... Да, что, повторюсь, да, лаборатория новой музыки основной своей задачей, наверное, ставит даже не рождение каких-то новых проектов, а, собственно, проекты рождаются для того, чтобы обучать новое поколение музыкантов новым техникам, новому взгляду на жизнь, новому взгляду на мир, новым стилистическим каким-то моментам, и лаборатория, собственно, и была создана в консерватории, не даром, не где-то в другом месте, где мы имеем возможность постоянно проводить мастер-классы, постоянно приглашать специалистов из Москвы, из-за рубежа своих специалистов, и все время обучать вот этому новому, 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 новому уровню. Приезжала сейчас потрясающая флейтистка Эдита Фил, которая проходила обучение в Страсбургской академии музыки, и она как раз специализировалась на современных техниках игры на флейте, и это нужно было видеть, как 30 флейтистов города Новосибирска тут целую неделю в Розинов Рот это все воспринимали. У нас очень хорошая школа, но вот это новое, да, и это позволит им, они это очень хорошо понимают, это позволит им потом в мире чувствовать себя адекватно и спокойно и уверенно, потому что они умеют играть и классику, и они владеют современными новейшими методиками и техниками. Вот, ну и, конечно, город Новосибирск обогащается несказанно. Спасибо. Слово «лаборатория» подразумевает опробирование, то есть опробирование нового. Новое всегда вызывает критику. Вопрос общечеловеческий. Всегда первооткрыватели очень много критиковали во все времена и будут критиковать. Вы не боитесь критики? Я понимаю, что вы всегда находитесь на авансцене искусства, вы как дирижер, вы как вокалистка, Наталья как арт-директор, потому что это человек, первое лицо, которое представляет организацию и налаживает все важные и необходимые связи, да, но все равно же это вот внутри вызывает такие не очень приятные, да. Как вы с этим вообще боретесь? Мне даже это интересно самой как вокалистке научить. Не, ну, держать удар важно всегда, и действительно, когда... Это потом просто, да, вот это все... Ну, как-то воздается, что ли. Все равно творчески мы... Это же все инициируется, конечно же, с целью... И лаборатория создавалась с целью не просто социального благотворительности, а с целью... Создания новой среды. Создания новой среды. И хотел еще сказать о самореализации. Это правильно и это важно. И то, что есть, как бы, противодвижение, да, это может быть важно. Не зря советское искусство так мощно и развивалось, потому что был такой фактор, который его сдерживал. Тут можно многое что говорить, да, не все так просто, делать проекты, учиться этому всему, но есть друзья, есть партнеры, которые в Новосибирске. И первый партнер, первые друзья, которые появились, это, конечно же, в Новосибирской консерватории, потому что это вся инфраструктура, это вся поддержка, которая обеспечивает реализацию, собственно, репетиционный процесс, концертный процесс. Это оперный театр, который включился, это Министерство культуры. То есть здесь нельзя говорить только о каком-то противостоянии. Это, скорее всего, и мы очень нацелены на это, и мы этому очень благодарны. Это такая генерация сил творческих, это, наоборот, интеграция одних в другое. Художники, хореографы, музыканты, танцоры, и все нацелены, и всем интересно быть, узнавать друг друга, как у вас, а вот совместный творческий проект с хореографическим училищем, насколько было интересно это все. То есть мы нацелены не только на интеграцию музыкантов с хореографами, с художниками, но и на расширение такой географии, что ли. Вот уже в сибирский сезон 2012 года объединили регион, по сути дела, это Томск, Барнаул, Новосибирск. — По поводу конкуренции какой-то или, как вы сказали, какого-то антагонизма, здесь, Василина, могу немножко поправить по поводу себя, потому что я вокалистка в каких-то проектах, и вообще я дирижер, и здесь тоже, так же, как Наталья, не только арт-директор, она еще и кандидат в искусствоведение, она еще человек пишущий и мыслящий, и создающий, единственная монография в России о Штокхаузене, написана Натальей Владимировной Санниковой, то есть мы здесь все, в общем, такие молодцы. Вот, похвалила она себя. Но, вы знаете, конечно, в тот момент, когда тебя необоснованно ругают, или пытаются указать тебе твое место, или в этот момент, конечно, неприятно. То есть говорить о том, что мы, вот вы знаете, мы такие вот, мы стараемся не обращать на это никакого внимания, стараемся. Вот, нам хорошо, что нас, во-первых, трое. Вот, во-вторых, нас гораздо больше, чем трое, потому что лаборатория, вот недавно была, я сейчас цитирую часто этот момент, когда из Екатеринбурга приехал арт-директор одного из фестивалей, к нам на сибирские сезоны, и она спросила, а сколько человек в вашем ансамбле? Я говорю, ну, во-первых, это не ансамбль, потому что лаборатория новой музыки – это лаборатория. На каждый конкретный проект приглашается конкретное количество людей, которые нужны для данного проекта. Поэтому сколько человек в лаборатории? По-моему, уже половина консерватории в лаборатории, потому что на вокальные проекты приглашаются вокалисты, на инструментальные инструменталисты, то мы оперу ставим, то мы хоровые большие проекты делаем, то мы делаем балеты, То мы делаем инструментальные какие-то вот такие проекты, все время что-то интересное, то у нас виджей, то у нас хореографы, то у нас еще что-то, да, то есть это вот такое вот, такое образование. Поэтому, конечно, чувствуешь уже за собой вот эту, что за тобой идут, чувствуешь, что ты должен держаться в каких-то моментах, потому что вот сейчас прошел хоровый проект, мы спели с Таватматом Мартыновым, вот сегодня встречаю певцов, которые участвовали в этом моем проекте, они спрашивают, когда следующий проект, а что вы задумываете, а как? Я говорю, ребят, ну на это нужно много денег, надо подумать, нужно, это все на грантовой поддержке держится, это очень сложный механизм на самом деле, мы делаем массу ошибок, мы пробуем, мы учимся, вот, нам нелегко, да, но вот эти вот глаза, которые по коридору все время, а ну вот, а может быть я вам не понравился, а вы меня пригласите в следующий проект, я там лучше буду, в общем, знаете, такое какое-то броуновское движение в консерватории началось, из филармонии мы приглашаем певцов и инструменталистов, то есть это такой вот конгломерат специалистов, так скажем, да, лаборатории, поэтому отвечать на выпады мы не отвечаем, вот это мы уже научились, то есть какая-то мудрость у нас появилась, мы не отвечаем, мы молча воспринимаем критику, да, и идем делать дело дальше, вот, наверное, вот так. Ну, я вот еще тоже хочу добавить, это известный тезис, что любое действие рождает противодействие, это нормально, главное верить, что наше действие правое при этом, при всем, поэтому мы поддерживаем друг друга и идем вперед, и еще, знаете, конечно, мы понимаем, что мы как некие такие возбудители спокойствия, возмутители спокойствия, простите, да, выступаем в данном случае, потому что достаточно такая культурно-размеренная жизнь протекала вот в нашей среде, и тут появилась лаборатория новой музыки, которая сама спокойно не живет и другим не дает, и здесь важно, что, конечно, мы понимаем, что кого-то мы можем раздражать, кого-то мы, кому-то мы, ну, не сродни, что ли, в своих каких-то эстетических направлениях, да, тем не менее, те, кого мы когда-то вот потревожили, кто-то воспринял вот наши идеи, да, кто-то вот посмотрел на нас и решил, что пойдет рядом, да, кто-то стал ходить на наши концерты, из тех, кого мы в свое время потревожили и кто подумал, ну, боже мой, ну, вот что-то тут вот такое вот раздражающее появилось, но присмотрелись и стали нашими, так скажем, друзьями, да, и сами идут на наши концерты, приглашают своих друзей, то есть важно, да, важно, да, важно то, что мы из тех, кто отнесся к нам поначалу, может быть, с некоторой долей настороженности, из доброй части вот таких вот слушателей, коллег, уже вырастили определенную такую вот, пусть небольшую, да, но не сказать, чтобы армию, но как круг, некий такой вот круг своих сподвижников, почитателей, так скажем, да. Мы уже настолько заинтриговали вот этой преамбулой, да, я думаю, нашего уважаемого и любимого телезрителя, что же хочется перейти непосредственно к самому проекту, а именно к трем историям Стива Райха. Первая история была посвящена сгоревшему дирижаблю, вторая и третья, вторую и третью предстоит сыграть в Москве. Я бы хотела услышать, мы бы вместе с телезрителями хотели бы услышать напутственные слова, вот что вы хотите сказать телезрителю перед просмотром первой истории, ну, а вторая и третья впереди их ожидает, я думаю, увидеть воочию все это живьем в Москве. Дело в том, что проект «Три истории Райха», он разрабатывается, и как это все будет происходить, это еще, в общем, сейчас обдумывается в наших головах, и Константин Михайлович Курлений, ректор консерватории, в общем, он здесь, конечно, выступает главным инициатором этой полной постановки, и спасибо ему огромное, потому что все связи вот со Стивом Райхом происходили через него, и вообще я бы, знаете, вот немножко, может быть, отвлеклась, но здесь безумству храбрых поем и песню, потому что если бы вот не Константин Михайлович, вряд ли бы лаборатория вообще состоялась, потому что вот настолько мощные эксперименты, настолько сильные действия, да, способен редкий руководитель, редкий руководитель. И здесь то, что мы полтора года уже развиваемся, и от проекта к проекту мы становимся все более мощными и более интересными и сами себе, и нашим зрителям. Это, конечно, его, в общем-то, большая заслуга, хотя мы понимаем, что ему непросто и достаточно сложно все это поддерживать. Так вот, истории, три истории Стива Райха. Задумка, на самом деле, следующая. Мы бы очень хотели показать Стива Райха и в Новосибирске, и в Москве, и, может быть, и вообще осуществить прокат по России, но это очень дорогостоящий проект. Это очень дорогостоящий проект, прежде всего, по техническому райдеру, потому что нужно огромное количество различной аппаратуры. Это видеоопера. Здесь нужен шикарный видеоряд, здесь нужны очень хорошо оснащенные залы. Здесь мы поставили первую часть на площади перед кинотеатром «Победа», и постановка эта была приурочена к Интере, к нашему международному форуму, и поэтому здесь резонанс такой огромный и мощный. Конечно, сейчас мы хотим поставить не вторую и третью, а первую, вторую и третью, то есть целиком всю видеооперу. Это, конечно, совершенно новое в оперном жанре, это отсутствие персонажей как таковых. Вторая часть посвящена взрыву Атолла Бикини в Атлантическом океане, ядерные испытания американцев, и третья часть посвящена рождению овечки Долли, искусственно выведенной генетиками. Собственно, не Долли даже является главной героиней, о мысли по поводу, идей, потому что в третьей части идет разговор между директором института, в котором выведена доля религиозными деятелями, а нужно ли, а правильно ли развивается человечество. Потому что вся эта опера, она посвящена одной очень важной идее, ответственности человека за тот прогресс технический, который мы сейчас усуществляем. Потому что вот мы с вами замечательно развивались, и рванул, и взорвался, и горел самый большой в мире созданный дирижабль, и сколько человек погибло, и как это резонансно сыграло. Потому что после этого явления, после вот этой вот катастрофы, на многие годы дирижаблестроение было остановлено, что не есть хорошо, как сейчас уже говорят, да, вот, ну, про отолбики не вообще говорить, нечего, да, и о ядерных испытаниях, вот, и овечка Долли очень спорный вопрос, очень спорный, да, куда, оттуда ли мы идем, и, может быть, все-таки думать о душе, а не о каких-то других вещах. Поэтому для нас это очень важный момент. Новосибирск в этом плане очень город активный, потому что три наших академгородка, да, мы живем вот в этом анклаве научном, да, и у нас, что у нас там происходит везде, в институтах ядерной физики и так далее, это всем очень интересно и не всегда спокойно. Вот, поэтому мы здесь со своей стороны, в общем, считаем, что мы в правильном месте будем делать эту постановку. Вот, а Москва, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы есть предложение поставить это в Москве, но это очень большие, в общем-то, финансовые средства, их нужно искать, это не очень просто. Мы приглашаем и новосибирцев, мы приглашаем и москвичей, и, может быть, это будет Нижний Новгород, может быть, это будет Красноярск, мы приглашаем всех обязательно посмотреть, потому что это необычно, это очень впечатляюще, это очень страшно, это очень больно где-то, да, это очень, третья часть, очень такая часть, заставляющая думать, прежде всего, да, но это мощнейшее впечатление, потому что на нашей первой части, вот были наши друзья из Москвы, из Московской галереи актуальной музыки, они, год прошел, мы до сих пор под впечатлением, то есть это тот жанр, в котором опера заявляет себя как жанр нужный, как жанр необходимый, как жанр современный, как жанр, который не оставляет человека равнодушным, потому что жанр оперы, как ни один, наверное, другой, да, легко поставить в такой, в музей, да, и сказать, а, вот это какое-то отжившее искусство, непонятно, в общем, о чем, о прошлых веках. Вот в Дестифрайх абсолютно взрывает этот устой, вот, поэтому, ну, дай Бог нам всем и здоровья, и терпения, и друзей побольше, и возможностей, и каких-то, и спонсоров здесь нужно очень много привлекать, это колоссальнейшая работа, если это попробовать по стране сделать, сделать прокат, и сделать в Новосибирске и в Москве постановку, вот. Что Мартыну не скажет? Я еще про три истории хочу добавить. Когда прошла всероссийская премьера первой части этой видеооперы на площади перед кинотеатром Победа, можете себе представить, что это формат open air, это многотысячная толпа, большинство, которые составляли молодые люди. Добрая часть этой толпы была просто гуляющей мимо зеваки, тем не менее, которые остановились, и спустя буквально там 5-7 минут после начала исполнения, я вдруг вот повернулась в эту толпу с намерением посмотреть на реакцию зрителя просто. И ребята, которые, ну, извиняюсь, просто с банкой пива проходили мимо, стояли и плакали. Молодые девушки, молодые парни, которым 18-30 лет стояли и плакали тронутые до глубины души. И вот это говорит о том, что это произведение этого композитора – это вот то самое непререкаемое искусство, которое не вызывает сомнений ни в своей эстетической, ни в своей нравственной ценности. И очень важно то, что это искусство делают вот такие молодые люди. Вот Сергей Шибалин, молодой дирижер, дирижер, да, исполнял это сочинение, ребята из лаборатории новой музыки, студенты консерватории, такие же молодые ребята. Это очень важно, что вот эти вот проходящие из пива мимо парни видят, что их ровесники играют такую музыку, останавливаются и плачут через некоторое время после начала этого исполнения. Вот просто я думаю, это очень выразительно говорит о мере воздействия такого искусства и того, насколько оно демократично на самом деле, и насколько современное искусство может быть понятно, если оно подлинно. Дело в том, что Райх, наверное, это не единственное такое детище, такого большого очень масштаба. И, в общем-то, лабораторный, конечно, формат, он может и не предполагать крупных форм, да. И вот здесь, конечно, очень здорово, что Сергей в свое время взялся за Райха. И, вы знаете, по-моему, вообще мало кто верил в то, что это возможно. Во-первых, что это возможно в Новосибирске. Во-вторых, при всем уважении к Новосибирску и к филармонии, к оперному театру и к нашей культуре очень мощной. Да, вот, еще меньше вверилось в то, о чем сказала Наталья Владимировна, что студенты консерватории возьмутся за осуществление этого проекта, дирижировать будет студент, да, или еще, вот, понимаете, как бы не знают, чего бояться, да, и лезут в это дело, да. Но получилось что-то совершенно феноменальное. И, конечно, дальше хочется пожелать Сергею, да, и его команде, и вот всем нам, чтобы мы вот этот страх не приобрели, да, чтобы никто не задавил вот это вот движение. Вот, потому что дальше, конечно, лаборатория замахнулась вот на, тоже на масштабный проект хоровой, потому что хор – это тоже всегда очень дорогая игрушка, это много людей, это долгий репетиционный процесс, это работа не с одним человеком, а с большой массой. Вот, и здесь при создании концепции фестиваля «Сибирские сезоны-2012» была поставлена нами задача показать очень много разных жанров. Сергей ставил балет, я осуществляла хоровой проект, и мы взяли музыку «Стаботматер» Владимира Мартынова. Было приятно, что Сережа позвонил в Москву, позвонил Мартынову, и Мартынов сразу согласился дать рукопись. Он прислал рукопись, и мы ее разбирали, расшифровывали, набирали, тут все это за... Существует запись, она и одна, и единственная, на нее мы, конечно, ориентировались, вот. Но зацепила именно вот эта тема «Стаботматер», «Скорбящая мать, стоящая на Голгофе перед распятым сыном». Все вот эти вот переживания, это «Страстная пятница», всегда произведение, исполняемое в пострастную неделю, в Страстную пятницу, в самый страшный день, опять же, в самый важный, наверное, день, да, в самый такой день, когда растет духовно человек очень мощно. И было огромное опасение, потому что мы впервые пели такую музыку, которая находится между народным исполнительством, академическим вокалом, средневековой какой-то культурой, такая, знаете, музыка обо всех временах и обо всех народах. И, с одной стороны, с другой стороны, наши инструменталисты, наша струнная группа впервые играла такого тоже уровня музыку, где нужно было применять какие-то новые методы игры и средневековые вспоминать методы игры. В общем, было масса интересных задач, все на это решились. Вот, и, конечно, было очень страшно, когда приехал Владимир Мартынов и показать ему вот эту вот работу. Он сделал буквально пару каких-то нам замечаний, мы там поработали над его любимыми квинтами. Вот, и когда мы спели, вы знаете, я вот могу сказать, что, наверное, на премьере я была такая немножко невменяемая, потому что была премьера, и мне было сложно, а вот второй концерт уже был в Барнауле, я была поспокойнее. Я повернулась в зал, у меня был ревущий зал. И подходили люди прямо к крампе и говорили, мы потрясены, мы потрясены этой музыкой, мы вообще потрясены тем, что вы делаете. Поэтому мнения, конечно, разные, кто-то говорит, это вообще не музыка. А я говорю, вы абсолютно правы, потому что это просто искусство, это уже такое сакральное, это уже, понимаете, вот, ну вот приятно, что современные композиторы откликаются, что композиторы такого уровня откликаются, что Стив Райх дал разрешение Сергею на исполнение трех историй. Да, это не так просто через Лондон получить лицензию. Что Мартынов дал нам свое произведение, причем он так спросил, а кто будет исполнять, а сколько людей, ну пробуйте. То есть он так, вот, и он был очень благодарен, и мы ему были очень благодарны за эту музыку. В общем, состоялся вот такой тандем. Вот. Еще предложения, да, о сотрудничестве. Были предложения о сотрудничестве. И, вы знаете, конечно, я хочу сказать, что, хочу сказать большое спасибо вообще всем, кто нам помогает. Хочу отдельное вот слово про Наталью Владимировну сказать, потому что, понимаете, конечно, исполнять произведение очень здорово. Учите все. Но ничего в нашем искусстве не бывает просто так на пустом месте, да, ни один театр мира не окупается. Вот. И если бы не вот этот человек, который с утра до ночи пишет заявки на гранты, который обеспечивает феноменальную пиар-акцию каждому нашему проекту, который при этом еще успевает быть и мамой, и женой, и кандидатом искусствоведения, да, и преподавателем. Вот. Поэтому команда такая у нас... Ну, нам повезло. Нам повезло. Знаете, нам... Нет, нам просто повезло. И вот еще хочу сказать по поводу недоброжелателей. Вы знаете, я могу сказать, что, наверное, они есть, но мы ко всем относимся с очень большим добром. Наталья Владимировна очень здорово сказала, что есть как-то недопонимание, да. Это всегда обидно, но здесь ничего не сделаешь. И здесь нужно просто понимать, почему так. Вот. Мы не ведем себя в консерватории как некая новоявленная структура, которая... Мы вообще не структура. Мы вообще здесь существуем так... Такое течение. Мы течение внутри консерватории. Мы течение внутри Новосибирска. Мы течение вот в русле развития новосибирского искусства какое-то. Куда нас выведет и вынесет? Посмотрим. Конечно, может быть, нам хотелось бы получить какую-то государственную поддержку стабильную, да, то есть в виде каких-то там ставок или там образования каких-то вот. Но мы же понимаем, в какое время мы живем и где мы находимся. Да, поэтому вот мы в консерватории стараемся просто тихо, спокойно делать дело. Мы иногда возникаем со своими проектами, потом мы как бы исчезаем с поля, потому что мы готовим какие-то новые. Сложно, да, интересно, да, вот, ну просто такая жизнь. Мне очень приятно было с вами, искренне приятно с вами вот даже не беседовать, а откровенничать по душам, потому что в ходе, я не буду говорить от кого, но в ходе беседы с вами, вот этого откровения душ, у меня даже слезы навернулись на глазах, но я не позволила, как журналист, конечно, волю дать эмоциям. Поэтому спасибо вам за этот откровенный разговор, за то, что вы были искренними, а я думаю, что вы были искренними, потому что вы тронули мое сердце и, я думаю, тронули сердца наших любимых телезрителей телеканала Рассвет ТВ. Я благодарю вас еще раз и хочу пожелать вам терпения в этом очень непростом, за которое вы взялись, деле, но таком прекрасном и красивом, поэтому Бог вам в помощь, здоровья и терпения. Ну что ж, уважаемые телезрители канала Рассвет ТВ, мы желаем вам, вернее, так и хочется сказать, что мы желаем вам приятного просмотра, но ужасающие кадры заставляют меня просто помолчать. Музыка 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 Продолжение следует... 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 Empire Style Building, при посадке на американскую военную базу, он взорвался. Так как весь цепелин был наполнен водородом, то водород поджигал водород. Это была жуткая совершенно катастрофа. А так как прилеты этого удивительного чуда ждали и все это снимали, то осталось огромное количество хроник. Совершенно удивительным человеком оказался капитан этого судна, этого цепелина, Макс Пруст. Дело в том, что он удачно маневрировал, бросал этот цепелин вниз и 62 человека были спасены. Он сам тоже спасся, но на всю жизнь остался с обезображенным лицом. Руководитель концерна, дирижаблестроения Германии погиб в момент взрыва в этом цепелине. После окончания разбирательств по этому делу, строительство дирижаблей в Германии было прекращено. Перевозка людей на дирижаблях была запрещена. Премьеру оперы сегодня представляет Новосибирская государственная консерватория имени Глинки. Лаборатория новой музыки. Лаборатория новой музыки – это содружество солистов и выпускников, студентов и аспирантов Новосибирской государственной консерватории, гауреатов всероссийских и международных конкурсов. Художественные руководители Елена Рудзей и Сергей Шибалин. Ударная группа – Юрий Пушной, Сергей Фоносевич, Роман Ослопов, Александр Шестаков. Партия портебиана – Екатерина Бридвичного, Лев Терсков. Трудная группа – Александр Кощеев, Ольга Михайлова, Сергей Обухов, Софья Шаюк. Вокальная партия – Татьяна Костина, Елена Рудзей, Вячеслав Шалдышев, Иван Петров, Сергей Шатилов. Дирижирует руководитель лаборатории новой музыки, лауреат всероссийского конкурса Сергей Шибалин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok